Народная пословица гласит «Утро вечера мудренее». Три тысячи лет тому назад Давид напишет в книге Таилим «Вечером водворяется плач, а утром наступает радость». Неслучайно на иврите слово «утро бокер» означает «левко это хоших, расколоть тьму». Действительно, утром часто нам открывается решение тех задач, с которыми мы в тревожном состоянии, чуть ли не с плачем, отходим ко сну. «Утро» — это самое благоприятное время для осуществления желаний. Все желания и все их решения в руках у Господа Бога. Поэтому не попросишь, не задобришь, не факт, что получишь. Люди стыдливые или гордецы очень часто проигрывают больше, чем выигрывают. Им сложно попросить у Всевышнего. Сложно перейти ту черту, ту грань материальности и духовности. «Утро» начинается с рассвета. Чтобы получить желаемое, надо выбрать рассвет как самый благоприятный отрезок времени для получения от Бога благословения, для молитвы и для просьбы. «Рассвет» на святом языке переводится как «шахар». Корень слова «шахар» — «шахор» — «черный». И у нас создается впечатление, что что-то тут не то. Как такое может быть? Утренняя заря, рассвет и черный цвет. Говорит нам Каббала, что черный цвет скрывает в себе много положительных качеств. Несмотря на то, что он отталкивает, с другой стороны, именно черный цвет притягивает к себе солнце. Солнце — это благо и радость. Черный цвет символизирует собой скромность, поэтому он притягивает благо. То, что имеет скромность, скромность удаляет гордыню. Там, где есть гордыня, там нет Всевышнего. Там, где есть скромность, там есть Бог. Черный цвет позволяет нам увидеть и понять все через призму стыда и подчинения. Неслучайно черный зрачок, именно из него, как из фильтра, выходит великий свет. Мы должны видеть этот мир в позитиве. Там, где есть стыд и скромность, там есть благо и духовность. Там обитает божественное присутствие. Там, где есть гордыня, Творец отсутствует. Или он, или гордыня. Так написано в Томбухе. Именно рассвет является важнейшим моментом молитвы и благословения. Именно в этот момент ангел Рафаэль, который именуется еще целитель, он от Всевышнего раздает всему миру исцеление и выздоровление. Цвета радуги получают силы от черного рассвета. Поэтому самое благоприятное время для молитвы – это рассвет. Есть определенные слова, слова молитвы, которые являются ключом к получению благословения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok